Книга «Открытым оком»? Вопрос 405. Тема Святая Библия. Что является хулой на Духа Святого? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Матфея, 12 глава, 32 стих. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится Ему ни в семь веке, ни в будущем. Эти слова Христос сказал фарисеям после исцеления бесноватого. Это чудо явно превышало обыкновенные человеческие возможности и было невиданным актом любви к пораженному демонами. Фарисеи показали в конкретном данном случае не ненависть ко Христу и хулу на Него, но ненависть и хулу на само Добро, источником которого является только Бог. Матфея, 19 глава, 17 стих. Он же сказал Ему. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же ты хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Марка, 10, 18. Иисус сказал Ему. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Благий, как самосущественный источник доброты и блага. Против Духа Святого есть четыре греха. Первый. Противление. На призыв к покаянию, к исправлению человек ищет благовидные причины и оправдания. Указывает на традиции, корни нации, современный монархист, византийское православие, пришедшее на Русь, бабушкина вера, наследство, как завещали родители держат свои веры, как беспоповские начетники и сектантские правнуки. Деяние, 7 глава, 51 стих. Жестоковыные, люди с необрезанными сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Второе. Угошение. Бог приемлет огонь, горячую веру. Откровение 3, 15. Знаю дела твои, что ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изведут тебя из уст моих. Ветер задувает свечу, проникая через отверстие в фонаре. Поэтому необходимо закрыть доступ в душу различных веяний мира, церковных учений, противных Библии. Ефесянам 4, 14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром мучения, по лукасству человеков, по хитрому искусству обольщения. 1 Фессаленкидсам 5, 19. Духа не угошайте. Третье. Оскорбление. Это слово сказано о области антропоморфизма, о человечении, приближении, непостижимых понятий к человеческому пониманию. Дух Святой недоступен человеческому оскорблению, но если бы, более всего Бог оскорбляется недоверием к Нему. Евреям 1, 6. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Адам не поверил словам Божьим, но доверился словам дьявола. И Бог ему этого не простил, потому что 1 Иоанна 5, 10. Верующий в Сына Божий имеет свидетельство в Себе Самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Дьявол есть отец лжи. Иоанна 8, 4. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек и убийца от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Неверующий Богу, то есть тому, что Бог говорит через слово свое, представляет его ниже отца лжи. Вот почему Бог, отпрезирающий Библию, не принимает ни молитву, ни литургию. Притча 28, 9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Ефесянам 4, 30. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. И четвертое, Хула, видя чудо исцеления, явно божественного происхождения, приписывает его духу зла. А это есть не ненависть к тому, кто делает добро, но к саму добру как субстанции, то есть к отрицанию доброты и в самом себе, в самом творении. В ненависти к своему телу, добру и продолжению рода, ко всему, что Бог сотворил и что есть весьма хорошо. Подобное описывается и в братьях Карамазовых, в рассуждениях Зосимы о вечных мучениях, что есть такие злодеи, что уже находясь в аду, желают, чтобы Бог уничтожил мир и самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok